Говорит джидду твердость и стойкость пророка, салаллаху алейкум, ведь он делал то, из-за чего его приписали, к чему? К сумасшествию. Сказали, ты мачдун, ваказали каляу я фаалху аль муслим аль аль. И то же самое скажут относительно мусульмана, если он будет стоять крепко и стойко на своей религии. Говорят, что если ты твердо стоишь на Куране и на Сунне, твердо придерживаешься книги Аллаха и Сунне его посланника, твердо стоишь на правильном манадже, про тебя что говорят? Фанатик. Про тебя говорят, он фанатик, смотри до какой степени докатился, то есть совсем уже что? Фанатик и так далее. Так говорят сегодня многим их родителям. Говорят, ау забилля, уже отрастил бороду, уже поднял что одежду выше щекоток, ходит пять раз в день на намазках сумасшедших и тому подобное. Только думает о смерти, кто будет в судный день, про эту жизнь не думает. Ему предлагали хорошую работу в банке, отказался, ему предлагали хорошую работу в спиртным продавать, тоже отказался, что за больной? Это человек какой? Фанатик, 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 сумасшедший, сумасшедший. Говорит, что это не является фанатизмом и это не является сумасшедшим, но это является твердым стоянием и следованием за Кураном и за Сунный посланник Аллаха. И то же самое было с посланником Аллаха. Из-за того, что он твердо стоял на этой религии и поднялся на холм Сафа и позвал всех своих родственников к этому месту, сказали, что Абулагаб сказал ему, из-за этого ты нас позвал, из-за этого ты позвал нас, да, отсохнут твои руки, Суханула, из-за этой мелочи собрал всех нас здесь. Мы оставили всю работу, все дела и пришли к тебе, чтобы послушать твой бред и твое сумасшедствие и сказали, ты Майшлун. То есть мы писали пророка, салаллаху саламу, к сумасшедшему и к фанатизму. Это, иншаллах, понятно. Поэтому не должно тебя это сбивать сегодня с прямого пути. Потому что если ты стоишь крепко на доводе и опираешься на довод из Курана и Сунны, то ты продолжаешь стоять на нем и не обращая внимания то, какими прозвищами и какими кличками называют тебя люди, которые не знают и которые не обладают знанием.